Это Берн. Один раунд и четыре сдачи за одну тысячу Dragon Chips. Вот у нас тут один зеленый пояс и два коричневых. Так, я хочу показать что-нибудь интересное сейчас с этой моей студенткой. Значит, все, что я вижу пока, это все типы. Все типы, причем с чужим ветром. Но может быть соберутся, кстати, смешанные смещенные чоу, смешанные ступеньки их называют в обиходе. Значит, я тогда выбрасываю семерку символов. Да? Давайте сначала восток выкину. Если уж идти по правилам, да, по прямому сносу. Может быть, может быть, у меня запады останутся на глазках, а я соберу два, три, четыре смешанные тройной чоу плюс четвертый сет, например, семь, восемь, девять. Вот в таком виде это может быть. Но если что, я готов открыть панк. Панк западных ветров. Так, пятерка. Вот, уже интересный вариант, да? Это может быть один, два, три точек, два, три, четыре символов, три, четыре, пять бамбуков. Или два, три, четыре точек, три, четыре, пять символов, четыре, пять, шесть бамбуков. Не хочу пока выбрасывать двойку, может быть, все-таки пригодится на два, три, четыре. Вот единичку на панк забирают. Можно подумать насчет ограбления Конга единичек. Ну, это если у меня сейчас сложится все. Пока далеко от просящей, но ближе к просящей. Ну, давайте, ладно. Не будем закладываться на какие-то иллюзорные вещи, а лучше что-нибудь соберем. Реалистичное. Значит, я все еще держу все еще держу двойку бамбуков. Пятерки вышли. Вот зачем, опять же, да, мне нужна двойка бамбуков, два, три, четыре собрать. Два, три, четыре. Потому что пятерки практически вышли все. Я не хочу на них закладываться. Так. Вот. Давайте-ка возьмем два, три, четыре. Ну, пусть красные выходит, хорошо. Две восьмерки на столе видны. Ну, может быть, я возьму что-нибудь к пятерке. Может быть, я возьму глазки там на девятках или на семерках. Я, я вот уже не готов открывать панк западов, если только у меня нет. А, вот, отлично. Так, но мне не будет цеплячьей руки на пятерке. Я могу ограбить конг пятерок. Вот что я могу сделать. Ограбить конг. Я вижу две двойки. В принципе, двойка тоже может прийти. Но если приходит пятерка, просто где-нибудь там со стены или со сноса последней, то мне она не нужна, понятно, потому что это просто последняя кость, смешанная двойное и все. И больше ничего нет. Троечка опасная немножко против игрока. Ну, нет. Жаль. Ладно. Не получилось ограбить конг. Так, а игрок... Игрок... Слева собирает смешанные и смещённые чоу. И ему нужна какая-то кость из серии 5-6-7. Видимо, не пятерка. Может быть, шестерка или семерка там нужна. Красный безопасный должен быть, да. А вот игрок справа, кстати говоря, уже тройку выкидывает. Уже тройку точек выкидывает, да. Он уже там что-то перестраивает у себя. Может, у него просящая уже сложилась, кстати. Может, там у него... Нет. Вот моя двойка. Он тоже ждал двойку, но не на просящий он ещё был. Он перестраивался. Семёрка была нужна, но она не была готова. У неё же было, да, 7-8-9 символов и 6-7-8 точек. То есть ей нужно было 5-6-7 бамбуков собрать, а ей не заходили. Ну вот, в итоге я вот такую собрал руку, да, вроде бы не очень редкую, но вот в такой комбинации не самой ходовой. Здесь опять же, что у меня видно? Все типы вроде бы. Да, я могу брать панк красных, ждать север или не ждать север. На полума здесь не очень много форм нигде, да, то есть вот максимум. Одна форма в точках, что-то в символах, вообще ничего в бамбуках. Но в бамбуках что-нибудь придёт. Здесь можно не беспокоиться насчёт того, что в бамбуках пока ничего нет, оно обязательно появится. так, я в принципе готов брать чоу-7-8-9 или что-нибудь ещё. Давайте пока вот так я скину. Не знаю, что получится в бамбуках и в символах. Давайте рассчитывать на что-нибудь интересное. И в конце концов, я всегда могу сбросить белого. Я немножко жду, что тут у меня придёт. Может, второй белый придёт. Но в целом, давайте его выкинем. Здесь уже, кстати говоря, нарисовывается чистый ряд потихонечку. Символ. Вот что можно сделать. Мне будет нужна двойка, пятёрка, семёрка. Две двойки вышли, две пятёрки вышли. Сразу же, да, надо смотреть на эти вещи. Ладно. Нет, слишком много моих костей уже вышло. Я не хочу закладываться на какое-то нереалистичное ожидание, скажем так. Может быть, я возьму семёрку на чоу. Может быть, я возьму пятёрку, двойку. Я не буду ждать много символов. Они, конечно, выходят. Ну, давайте я возьму вот так. И накидаю игроку справа символов. А он, похоже, собирает точки. И он, как бы, в символах особенно не нуждается. Поэтому я буду сейчас кидать ему символы. Но, кстати, подождите-ка. Мне пришла восьмёрка бамбуков. Ай-яй-яй. Восьмёрка бамбуков. Может быть, сделать смешанный ряд. Но это только если мне заходит семёрка или девятка бамбуков. Я могу пробовать выстроить чоу-7, 8, 9. Вот так. Да, ну, давайте попробуем. Так. Кстати говоря, север уже не особенно-то и нужен, если разобраться. Север мне вряд ли заходит. И тогда, вот удачно, что до сих пор я красного не объявил. Может быть, красный мне как глазки сгодится. Может быть, я как раз сейчас возьму пятёрку символов и семёрку бамбуков. здесь семёрка, здесь две пятёрки. Ну, посмотрим. Если игрок слева хорошо кидается символами. Вот не беру. Вот это глазки мои. На самом деле. Так. Вот давайте-ка заменим на всякий случай. А юг ещё не выходил. А вот семёрка вторая выходит. И она не нужна игроку напротив. Возможно, там уже есть 4, 5, 6 или 5, 6, 7, кстати. Очень интересно. Отлично. Вот. Вот теперь я готов к пятёрке символов. Чей юг. А, вон куда пошёл юг. Там просто полумасть, значит. Собралась полумасть удачного игрока напротив. Хорошо. Недорогая рука. Всего там 9 очков, да. Я на втором месте сейчас. Ну, давайте выбираться обратно на первое. Так. Так, так, так. Так, так, так. Давайте прикинем. 3, 6, 9 точек. 1, 4 символов. Двойка бамбуков. Переплетённый ряд, да. Переплетённый ряд. У него есть 6 костей. плюс заготовка на чул 6, 8 или там 2, 4 или 4, 6. Глазок нету. То есть, в итоге у меня сколько? Максимум 8 костей у меня сейчас на переплетённый ряд. Если рассматривать такой вариант. Ну, давайте посмотрим. Так, 3 пары. Девятка мне-то никуда не ложилась. Я её спокойно выкидываю. А вот с символами интересный вопрос. Если я собираю что-то интересное в символах... Может быть, чистый ряд в символах соберётся, кстати. пары заходят. Ну, давайте так. Хорошо. Заходят пары. И можно попробовать собрать как раз пары. Я тогда не буду объявлять панги. Так, восьмёрку можно выкидывать. Угу. Так, игрок справа собирает бамбуки. Игрок напротив, видимо, верхний собирает. Давайте тогда я не буду давать бамбуки игроку. Справа. Ну, и бесполезно я выкидываю. Да, восьмёрка символов тоже бесполезна в данной ситуации. Восьмёрку точек держу, шестёрку символов держу. Двойку символов можно выкидывать. Выкинуть, наверное. Давайте вот так. Ну, их две, потому что уже в сносе. А вот семь-восемь, кстати говоря, можно подержать, чтобы игрок напротив их не взял. На панги, например. Так. Подождите. Госток только один в сносе. Надо его подержать немножко. А, второй. Жалко. Жалко, что я сбросил двойку в этой ситуации. Шестёрка безопасная. Единичка. Интересный вариант. Надо подержать единичку. Она всё-таки близко к краю. И можно дождаться её со сноса. Как он хорошо кидается. Шесть-семь. Может, там не верхний. Может, там какие-то панги просто. Вот, пятая пара заходит. Главное, вот, да, выкидывать из перспективной кости и оставлять перспективной. А какие безперспективные, какие перспективные, вот, надо думать, разбираться. Тройка точек, кстати говоря, выходила. Вот она справа, да. А тройка символов не выходила. Вот семёрка точек безопасна. Интересный момент. Может быть, есть смысл семерку точек скинуть. С другой стороны, может быть, есть смысл её подержать. Ай-яй. Ну, это панг у меня образовался закрытый. А, отлично, я её не ждал. Очень хорошо. Так. Так, у меня панги заходят закрыты. Интересно. Давайте попробуем закрытые панги пособирать. Так, восьмёрка одна вышла, шестёрка одна вышла. Денечка символов. Вот она, давайте. Вот, смотрим. Я на просящую вышел. Вдруг, внезапно, да, с этими закрытыми пангами. Пятёрка точек. Вот она в сносе. И теперь вопрос, кто мне накинет мою кость. Если одна восьмёрка выходила, а игрок слева, похоже, собирает нижние. Ага, ну да, ожидаемо. Один красный вышел. И вот, наконец, игрок напротив созрел. Так, вот сейчас... Ладно, повезло, что она не победила с замены Конга. Вот пятёрка направо, да, сейчас пойдёт. Вряд ли готов, но... Белый. Ага, как интересно. Где же зелёный у нас? А зелёных не видно. Может, у него и зелёные сидят на руке? Так, тогда... Ситуация накаляется. Как-то никому не хочется накинуть ему зелёного. А может, там у него два зелёных уже сидят, и он ждёт на малых драконов что-нибудь. Вот, отлично. Да, ух ты, больших драконов он ждал. Больших драконов все терминальные и благородные. Вон он что хотел. Вот это я ему обломал, конечно, руку. Так, красиво получилось. Я собрал элементарно все панги, да, два закрытых панга. А у него вот такая рука вылетела. Но ему шестёрка была не нужна. Опять же, да, шестёрка ему ничего не давала. Так, я выкидываю. Давайте все типа соберём. Я задумался немножко, пока рассуждал про его крутую руку. Кто-то там что-то пишет. Найс хэнд это не наше. Ну, тут же параллельно ещё много столов играет. Так что, кто угодно, что угодно может писать. Ну, вот, да, больших драконов он не собрал. А единички бамбуков, если вы заметили, были справа две штуки. То есть, игрок справа как раз собирал бамбуки. У него было 1-1-2-3. Он ждал, понятно, 1-4. И если бы, например, игрок слева скидывал единичку бамбуков, они оба объявляли бы маджонг. Но побеждал бы только игрок справа. Да, он бы перехватывал по очереди эту единичку. А игроку напротив эта единичка не шла. Но, с другой стороны, он сбросить её не мог. Он бы её сбросил и попал бы в маджонг игроку справа как раз. Никому из нас была ведь не нужна единичка. Вот игроку справа нужна. У него набиралось очков на полумасть. Всё в порядке. Вот. Так, что ж такое-то? Ну, давайте так. Ну, просто есть шанс тройку символов ещё взять. Я как-то не подумал сначала. А эта тройка символов сейчас куда-нибудь уходит. Никуда не уходит. Так, у нас последняя сдача. И я хочу закрепиться на первом месте. Так что я активно собираю что-нибудь. Ну, ладно, давайте всё-таки так. Не хочу в край тройку ждать просто. Так, один запад вышел, два юга, три юга вышли, извините. Два севера, нет востоков. То есть, восток я держу на руке. Если он приходит со стены. А может не держу. Я скорее держу. Юг сразу сбрасываю, понятно. Север. Тоже можно подержать север. Видите, у меня же уже сложился панк зелёных. Так, что насчёт какой-нибудь, не знаю, цыплячьей руки. Если я хочу, собственно говоря, взять стол. Я могу быстро выстроить цыплячью руку. Да, ну давайте. Вот так можно попробовать. Цыплячью руку. И тогда я беру чоу, например, 7, 8, 9 символов, 5, 6, 7 точек, 3, 4, 5 бамбуков. Выкидываю запад, выкидываю зелёного. Да, это не будет всеми типами. Ну, это будет цыплячья рука. И может быть она даже, даже ближе. Давайте так. Не буду заморачиваться со всеми типами. Я не знаю, где ветры. Цыплячья рука сейчас выглядит как-то ближе. Ну, понятно, да, она в одном шаге. Мне достаточно взять ещё какую-нибудь кость. Желательно девятку символов. Чтобы в итоге пойти на двустороннее ожидание 5, 8. Восьмёрки не последние, да. Ну, три восьмёрки ещё не вышли. Так что восьмёрка мне, в принципе, сгодится. Так, игрок справа собирает чистый ряд. Тройка ему не нужна. То есть ему нужна единичка или двойка, если он, конечно же, уже напросящий. Он, может быть, ещё не напросящий элементарно. Да, есть. Вот. Я напросящий на цыплячью руку. И теперь мне годится любое, да. Что пятёрка, что восьмёрка мне дают маджонг. Так, смотрим. Главное, чтобы две пятёрки на столе не три, не последние, да. И две восьмёрки тоже не последние. Всё, я беру любую кость из них. Разумеется, не с селфом. Это сработает только со сноса, да. Мне одну очко за селф не нужно. То есть, если я беру сейчас со стены восьмёрку, я её выбрасываю, и на восьмёрке тогда я уже не побеждаю. Так, четвёрка символов. Вот что. Игрок напротив хочет хоть как-то отыграться, да, собрать хоть какие-нибудь панги-конги. Ну, ладно. И опять же момент, да, с цеплячьей рукой. Если сейчас беру цветок со стены, я его выбрасываю. Потому что мне, ах ты какая, зараза, а? Жалко. Значит, я пятёрку жду. Вот видите, да, неудачная ситуация. То, что я говорил. Не могу победить на восьмёрке теперь. Значит, что только пятёрку. Если, опять же, пятёрка точек заходит со стены, если пятёрка точек заходит со стены, я выкидываю семёрку. Да, вот я что делаю. Я не могу выкинуть пятёрку, потому что она кажется тоже третьей. И я буду ждать. Ну, не буду ждать последнюю, понятно. Мне не нужна последняя. А вот четвёрки, семёрки. Что у нас с четвёрками? Две четвёрки вышли на стол. Две семёрки выйдут на стол. То есть, я сброшу семёрку, это будет вторая семёрка на столе. Берёт он или нет? Нет. Тройку точек не берёт. У него уже есть, да? Вот, соответственно, буду ждать четвёрку или семёрку в таком случае. Перестроюсь. А восьмёрка выкинул, потому что я не мог перестроиться на 6-9. Мне-то не годилось ни на что. Так, пятёрка бамбуков. Там выходила, там выходила. Не нужна никому. Вот с цыплячьей рукой, да, приходится заморочиться. Я как-то видел. Была ситуация, когда игрок собирал цыплячью руку и объявил, попытался объявить маджонг на последней пятёрке символов. То есть, ему не дали, ему засчитали ложный маджонг, а он даже не понял сначала, да, как так получилось. Вот. Вот спрашивает в чатике, да, вот здесь вот у нас в этом чатике, а что такое, почему мне не дали. Я у меня есть последняя пятёрка. То есть, вот за такими вещами нужно следить. Не следишь за последней костью? Ну, соответственно. Соответственно, влетаешь на штраф. Но это маленький штраф, это структура есть, а очков нету, да, то есть у него получалось всего 4 очка за последнюю кость. И всё. И в этом случае у него 30 очков с него снимается, по 10 очков остальным игрокам, каждому из остальных игроков. Так, где-то моя пятёрка точек застряла, я не понимаю, где. Так, сюда, да? Берёт он её? Нет? Двойка точек. Двойка точек. Что не так-то с двойкой точек? Ну, сейчас посмотрим. Так, если-таки надеюсь остаться на первом месте. Так, девятка бамбуков безопасна. У нас, похоже, ничья складывается. Да, если что, я скидываю зелёного. Безопасный снос. Вот она. Отлично. Цыплячья рука. А он хотел чистую масть. Хитрец какой, а? Ну, это же. И накинул мне эту пятёрку несчастную, да? Хорошо собрался. Да, зашли кости. Давайте посмотрим. Значит, игрок слева собирала чоу. Хотела смешанные и смещённые, да? 5, 6, 7 точек, 6, 7, 8 символов, 7, 8, 9 бамбуков. Но у неё не было просящей. А что так получилось? Она прокинула 7, 8, 9. Она держала шестёрки. Она держала четвёрки. Вот пятёрка была, кстати, у неё вот эта моя. Она бы её не отдала, получается, да? Интересный вопрос, да? Как так у неё до сих пор не сложилось просящей? Или она сломала свою просящую? Шестёрку точек она ждала. А что у нас с шестёрками точек, кстати? Слушайте. Одна у меня, одна здесь. И всё. То есть, вот смотрите, 4 кости осталось в стене, да? И там 2 шестёрки точек сидят. У этих 4. Вот так вот неудачно получается. Игрок напротив собирал панги. И кто-то выкидывал красного. Подождите, красного. Игрок справа от меня, слева от него выкидывал один красный. И всё. И красный в тени ещё остался, кстати говоря, вот здесь, да? То есть, можно просто вычислить, что осталось в тени, если очень хочется. Четыре кости. Семёрку бамбуков он ждал, семёрку... А он и выкидывал её, кстати, раньше. И вот эту семёрку. Так, подождите, а что у него? Почему он не брал? А почему он не брал? У него только сейчас сложилось, что ли? У него только сейчас зашёл второй красный? Возможно. Возможно, у него только сейчас всё сложилось. Он выкидывал этого зелёного. Да, я не взял зелёного. И у него только сейчас сложилось просящее. А почему он не брал панк семёрок тогда? Возможно, у него сложилось... Да, вторая семёрка пришла. То есть, у него была пара красных, зелёный и семёрка. Так-то он мог победить. Да, у него панк терминальных, открытый конк, это два очка, и все панги, шесть очков. Всё нормально. Побеждал даже на семёрке. Другое дело, что у него вот просящее сложилось только сейчас. И игрок справа собирал чистую масть. Хотел, видимо, что-то ещё такое хорошее, типа чистого ряда и чистой масти. И в итоге сбросил пятёрку. Так. Сбросил пятёрку, но он, видимо, решил, что да, он скорее дождётся шестёрку, что ли. Четвёрку, шестёрку он мог дождаться, да? Два, три, четыре, оставить глазки на единичках. Или, может быть, один, два, три, двойку взять. Где-то двойки все были. Одна двойка сброшена. Две двойки у него. Вот почему он задумался, да? Он мог взять... А, у него всё равно не получалось, просяща. Он брал бы панк двоек, допустим, да? Глазки на единичках. У него остаётся три, пять, семь, восемь. Или что там у него было? Три, пять, семь. Мог бы выйти на просящую, на самом деле, с этой двойкой, но не захотел почему-то. Не знаю. Вот в итоге накинул мне пятёрку. Ну, вот как-то он так интересно сыграл. В общем, все хороши, все молодцы. Да, и я вот собрал, получается... Сколько там? Три руки, да? Три руки из четырёх в этой игре собрал. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok